Американские акции поднялись до пиков, отметив крупнейший дневной рост с октября 2008 года в пятницу. Причиной стало заявление президента США Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения в стране с целью борьбы с коронавирусом. Восстановившись после сильнейшего падения со времен экономического спада в 1987 году, отмеченного в четверг, индекс Dow поднялся на 1,981 пунктов или 9,3%, тогда как показатель S&P 500 прибавил 9,2%, а Nasdaq Composite Index вырос на 9,3%. Федеральный резерв США принял решение провести дополнительное сокращение процентной ставки для смягчения беспокойств на глобальных финансовых рынках, снизив ключевой показатель практически до 0%. ФРС также продолжил покупку активов целью обеспечения ликвидности. Центральный банк заявил, что приобретет казначейские облигации с суммой в 500 миллиардов долларов и облигации федеральных агентств с суммой в 200 миллиардов долларов, тем не менее не указывая точные временные рамки. Кроме того, ФРС планирует снизить объем долларовых долговых обязательств с пятью крупнейшими центральными банками мира. Филиппины стали первым государством в истории, которое приостановило торговлю на финансовых рынках в ответ на заявление президента Родриго Дутерте о помещении всего острова Лусон под усиленный общественный карантин из-за пандемии вируса COVID-19. Филиппинская фондовая биржа, потерпевшая убытки около 30% с момента распространения вируса в середине января, закрылась по причине 10% падения впервые с 2008 года, несмотря на государственную поддержку рынка со стороны пенсионных фондов. Цены на нефть продолжили падение на третьей сессии подряд в среду. Фьючерсы на американскую нефть достигли 18-летнего минимума, а контракты на нефть марки Brent опустились до самого низкого показателя за последние 16 лет, поскольку приостановка туризма и изоляция стран с целью противостояния коронавирусу возобновили опасения о существенном снижении спроса на нефть. Фьючерсы на нефть WTI упали на 12% до 23,70 долларов после достижения минимума с апреля 2002 года в 23,60 долларов, тогда как нефть Brent снизилась на 7% до 26,70 долларов, также отметив самый низкий уровень с 2003 года в 26,66 долларов за баррель. Доллар США продолжил расти по отношению к крупнейшим валютам в четверг, поскольку экстремальная волатильность рынка и опасения касательно ужесточения ликвидности в условиях пандемии побудили инвесторов сфокусироваться на наличных деньгах. Американская валюта выросла на 1% до 1,507 долларов против британского фунта, находясь вблизи сильнейшего уровня с 1985 года, а также поднялась на 2% до 11-летнего максимума по отношению к новозеландской валюте. Доллар США также вырос на 1% до 17-летнего пика против австралийского аналога.